Наша встреча с юной любительницей белорусской прозы и поэзией Ангелиной Мишпилькиной проходила в стенах Высоковской средней школы. Здесь уроженка агрогородка Макарова учится в восьмом классе. Целеустремленность и прирожденный талант помогли девушке сначала войти в пятерку лучших областного этапа республиканского конкурса «Читаем по белорусску звелком», а затем достойно представить Брещину в финале. Трудно было. Боялась, что у меня что-то не получится. Это как бы для меня был какой-то последний шанс. Знала то, что должна сегодня прочитать, и то все. У меня больше никакой возможности не будет это сделать. Я думала, что я уже не выиграю, потому что мне казалось, что были дети намного сильнее, чем я. Но я как бы со стороны себя не видела и как-то не оценивала себя так. А другие вот уже человек вышел выступать, я такая, о, он точно победит. Другой тоже, о, и этот победит, уже набирала себе пятерку победителей. А счастье в свои 13 лет победительница республиканского конкурса рассуждает по-взрослому. Ангелина согласна с известным белорусским писателем и поэтом Змитраком Бядулий, чью лирику в прозе девушка выбрала в качестве финального конкурсного произведения, что счастье не в золоте. Сегодня счастье для меня это в том, что я прихожу домой и знаю, что меня мама любит, то, что она здорова, все мои родные и близкие здоровы. Через несколько лет счастье, наверное, для меня будет это хорошо закончить школу, поступить в университет, наверное, который я хочу. А потом через много лет это стать хорошей мамой, иметь хорошую работу, хорошего мужа. А еще юная белорусочка мечтает стать актрисой. Сама Ангелина считает, что такие конкурсы ей помогают в исполнении мечты и дают опыт. Ее главный помощник в достижении цели – педагог белорусского языка и литературы Светлана Юшкевич. Именно она разглядела в Ангелине талант на одном из школьных мероприятий. Мы на верном пути. И вот эти все конкурсы, и школьные конкурсы, и вот такие республиканские, они помогают Ангелине раскрыться и дают ей какую-то школу, школу актерского мастерства. Я знаю, что Ангелина ходила, ты, наверное, у нас в Центр дополнительного образования, в кружок ходила. Ну и вот мы как-то стараемся где-то ее задействовать в различных мероприятиях. Творческий тандем не собирается останавливаться. Сейчас ученица и педагог ждут итогов республиканского конкурса «Живая классика», в котором Ангелина участвует уже во второй раз. К тому же за плечами у девушки многочисленные призовые места в языковых олимпиадах. Впереди еще три года учебы. И кто знает, на какой из театральных сцен мы увидим в будущем каменецкую звездочку по имени Ангелина. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.